Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что есть, говорили мы о Дау, что есть три некоторых философских типа человеческой природы или человеческого образа. Ну, скажем так, о типах говорить, конечно, неблагодарная задача. О типах нас научили говорить сегодня. Это современная фишка, говорить о типах. Она происходит из нашей любимой психологии. Мы страшно обожаем говорить о различных типах, типах характеров, социальных типах и так далее. У нас повсюду эти типы. Между тем, типы представляют из себя только некоторые коллективные общности. А коллективные общности, это, в общем-то, скажем так, спрессованная материя. Она не доходит до индивидуальности. Она никогда не доходит до самого главного, до сути. То есть человеческий образ, в конечном счёте, который индивидуальный, он не охватывается типами. Потому что он только примерно, как это сказать, квалифицируется. И квалификацию получает, и классификацию получает, так? Благодаря типам. Но это такое коллективное сравнение на уровне коллектива. И оно остаётся всё равно определяемо внешним образом. Несмотря на то, что оно как-то отсылает нас к каким-то глубинным структурам человеческого формирования, отсылка от него идёт, естественно. Но всё равно оно остаётся на уровне вот таком же, каким мы орудуем с вещами. Вот. Как формируются вещи, типично там и сущность, но так же формируются и люди. Мы вот так понимаем. То есть принципиально это очень недоразвитый уровень. Но мало того, что он недоразвитый, он принципиально не соразмерен, как выразился бы Хайбеггер, вообще вот этому вот существу, которое присутствует, вот этому вот данности вот здесь и сейчас вот этой, что не только индивидуально вообще, а что конкретно всегда осуществляется в данной ситуации. Так что тип, он некоторым образом даже обман. Если он не занимает свойственного ему места, если мы не имеем понятия о чём-то более глубоком, индивидуальном и о каких-то более конкретных вещах, о которых пытался говорить Хайбеггер, и сразу начинаем рассуждать о типах и понимать всё через типы, то мы, считайте, просто обманываемся. Причём психология работает ещё на уровне, всегда на уровне социальных типов, чтобы вы понимали. То есть базой для психологии является не душа, а тнюдь. В этом плане психология предаёт саму себя. психология, она принимает базы социальные, социальные. Исходя из социального, она определяет и сами души, и характеры, и души. Все эти интроверты, все эти аутисты и тому подобное, всё-всё-всё. Вы знаете, даже типы характеров, там, сагвейненьких, холерики и так далее, всё это базируется, и это легко показать, всё это базируется на социуме, на социальных или коллективных отношениях как данности. И поэтому это настолько чревато, это такое понимание, что оно крайне опасно. А обговорив вот всё, что касается типов, почему я, в общем-то, с большой опаской и осторожностью отношусь к любой психологической теории, как бы она не выглядела правдоподобно. А в том-то и опаска, и заблуждение состоит, что она всегда, практически всегда выглядит правдоподобно, если она умна, и соблазняет огромное количество людей. Но они приобретают ориентацию в каких-то социальных отношениях, но в подлинных человеческих отношениях они благодаря этим теориям ориентации не приобретают. И даже сбиваются с истинного пути. Но я здесь делаю поблажку всем нашим уровням, поэтому перехожу сначала к типам, для того, чтобы нарисовать какую-то картинку. При этом я делаю такое замечание, что у меня типы не социальны. То есть я рисую свои типы, но я рисую свои типы никак не от социума, то есть к психологии меня вообще не отнесешь. Я буду рисовать свои типы от метафизики, от философии. Это уже уровень повыше. То есть это уровень, который пытается подступиться как раз к, скажем так, к базе индивидуального. Потому что база индивидуального и есть метафизика, есть философия, в общем-то. Скажем так, индивид не возникает и никогда не возникнет без философии. Без собственной философии не возникает индивида. Личности, скажем так, подлинной индивидуальности ее нет. Дозайна, как выразился бы Хайдекер, вот о чем мы ведем речь. Без философии ее нет, можете не сомневаться. То есть без философии и без мышления. Поэтому, заводя речь о философских типах, не о социальных, не о психологических, а это знак равенства еще раз. Между современной психологией и социумом ставьте знак равенства. Я сейчас делаю некоторую поблажку нашей малосильности. Охватить это все каким-то глубоким, широким способом. Но, я думаю, такая картинка нам все-таки поможет. И самое главное, что она не социальна, а она метафизична. Следовательно, мы стоим у порога все-таки того самого индивида, той самой личности, души, которую мы ищем. Значит, извините за такое длинное отступление, но каждое из моих отступлений, оно пламенно, потому что оно очень и крайне значимо на самом деле. Так что можно, в общем-то, в это отступление даже погрузиться, продумать его и даже размышлять над этой темой. Я вам их дарю. Так вот, метафизические типы или образы человека. Фактически мы имеем их всего несколько. Это, в общем-то, западный тип, нам понятно, да? В русле того, что мы вообще говорим, что западная цивилизация, она, собственно говоря, захватила поле осуществления человеческого вообще, да? В некотором смысле слова. И, в крайнем случае, претендовала и претендует, ну, в общем-то, и реально на единственный образ человека в мире. Другое дело, что мы вольны ставить вопрос, а так ли это? И как Шпенглер в своем закате Европы показывать, пытаться показывать, что, в общем, это совершенно не так, это всего лишь одна ветвь, а возможны самые многочисленные варианты образов человеческого и человека как такового. Но исторически мы прошли как таковой именно этот путь, и мы понимаем, что вот образ западного человека, да? Он задан как образец там, всем остальным и так далее. И, естественно, тогда и западная душа, да? И вот этот тип западного человека мы с вами назовем зрелым. Давайте назовем его зрелым. Мы уже об этом поговорили с вами немного, но сейчас я еще раскидываю все то же самое для того, чтобы двинуться, организовать наше начало и двинуться дальше. Так вот, этот зрелый человек, мы прекрасно с вами понимаем, что, несмотря на все свои достижения, сейчас, в 20-м и 21-м веке уже, мы действительно это понимаем, даже ощущаем, что, несмотря на технические достижения, на исторические, на культурные достижения, в этом зрелом западном человеке, очень многое можно поставить под сомнение и под глубокий вопрос. Потому что вместе со всей этой зрелостью выступает на передний план и цинизм, и нигилизм, и скептицизм, и агностицизм, и атеизм, и все что угодно вообще. Тут, как говорится, кто с каких лагерей предъявляет претензии, поскольку западный человек, как некоторый зрелый образ, вообще содержит в себе многоплановость, разноплановость и инвариантность как таковую, то к нему и масса претензий. И вот он, я говорила вам уже об этом, он очень текущий, становящийся человек, исторически одно слово, то есть ему можно обозначить не только как зрелый, а его главное название в том числе и исторический, потому что историю как таковую знает Запад, а Восток, он скорее больше похож на как это, вечное существование поднебесной, народы и цивилизации втягиваются в историю по принуждению, и лишь Запад по внутренней истории, тоже по принуждению, но исходя из внутренних источников силы движения и развития. Это две большие разницы, как выражается в Одессе. Вот такой вот зрелый, извините, человек, образ которого там Гёта напишет потом в Фаусте, создадутся другие образы Гамлета Шекспира или там Дон Жоана, хотя это не мыслитель, но это тоже чувственно конкретный образ, созданный западной цивилизацией. То есть у самого этого зрелого человека, как типа, есть тоже очень небольшой набор символических форм и образов его существования. Фауст туда включается, Гамлет туда включается, Дон Жоан тоже туда включается. Но темы, понятное дело, сами влекущие любого философа, поэтому там Керкигор может писать о Дон Жоане, какой угодно философ может писать о Фаусте, а кто не писал о Гамлете и так далее. Это все попытки осмыслить все тот же самый, в принципе, обобщенный, зрелый, исторический образ вот этого вот западного человека. Но что же мы имеем вообще как некоторую действительность, не как возможность, о которой говорил Шпенглер, что возможно было бы и другое развитие, вот победила западная ветка, а возможно было бы и другое развитие. И мол, каждая культура, она вот создавала такой образ, и это огромное множество всяких культур, да, она создавала такой образ, но этот образ, он то ли пребывал в ограниченных сферах зачаточных, то есть он не выходил, не прерывался наружу, не распространялся на все человечество, в каком-то смысле слова, то ли он зачаточно возникал, и гиб до своего рассвета, и так далее, и тому подобное. Мы имеем массу, скажем так, некоторых таких инвариантов возможностей запросов, но как действительность у нас вот западная ветка, да. Так вот, в действительности, если мы начинаем копаться, то что мы можем, в общем-то, противопоставить вот западному образу? И оказывается, что мы можем противопоставить западному образу, и даже сам он себе сейчас это противопоставляет, в наш 20-21 век. Это вот то, о чем мы говорили. Это какие-то странные, его собственные концы, я бы так выразилась. Западный человек не завершен. В этом его самая главная проблема. Он не завершен. То есть он непонятно, что есть сам для себя. Несмотря на то, что он обладает самым совершенным самосознанием, как он считает, продвинутым, рефлексией и так далее, вся западная культура такова, он не может самого себя понять, что он есть, чего он хочет, и куда он вообще стремится, и к чему он вообще развивается. И человечество не может вместе с ним этого понять. Именно вследствие того, что он, в общем-то, и не есть еще. Вот Хайдеггер, у Хайдеггера, я не помню, в какой именно работе, было тоже такое высказывание, там длинные приводились какие-то доводы, я их сейчас опущу, а все сводилось к тому, что ваше сверхчеловечество, которое вы предлагаете, оно же есть все то же самое, недочеловечество. И вот я зацепилась за это слово, недочеловечество. Вы знаете, несмотря на весь историзм, зрелому западному человеку всегда можно предъявить вот такой вот ужасный билет, на котором будет написано «недочеловек». То есть, ну, звучит как-то кошмарно, да, я понимаю, но на самом деле, давайте не будем это принимать за ругательство. Приблизительно так же, когда ты там другу говоришь «козел» — это ругательство, да, когда ты видишь в зоопарке козла и говоришь «это козел», то это не ругательство, да. Вот приблизительно точно так же, давайте рассмотрим слово «недочеловек», не в том плане слова, что кто-то хочет кого-то унизить тут, оскорбить и стереть с лица земли все достижения, а в том плане, что во что же мы свершаемся, куда же мы идем, непонятно. Где это наше благо, где это наше счастье. Мы не можем увидеть даже свою собственную человеческую жизнь, каким образом она должна построить. Построена быть друг с другом, как человек должен жить друг с другом, собственно говоря. Вот наши идеалы сейчас сыпятся все классические, вы это прекрасно знаете, модернизм, постмодернизм их полностью нивелировал, и они не устояли перед современной жизнью, да, а других идеалов у нас нет. Мы сейчас остались без идеалов, без идей, и это все результат западного пути развития. его, ничего-то другого. А каким образом будут выстраиваться наши отношения с природой, с космосом вообще? У нас нет ответа ни на один из важнейших вопросов. Не в том плане, что мы навсегда на них ответили, а в том плане, что мы вообще на них не отвечаем. У нас нет никаких идей, да, по этому поводу. Мы полностью безоружны, как-то и голы. Это неставший человек, и он обнаруживает свою неставшость, что он вообще колеблется, что он мираж, что он, в общем-то, западный человек, в конце концов, пришел к тому, что он, в принципе-то, как-то вот все еще случайен. Вот он легко может исчезнуть из этого мироздания. И исчезнуть не только в смысле физической гибели, а исчезнуть и в смысле духовной или душевной. То есть просто раствориться даже в том же самом социуме муравейнике, исчезнуть, как определенный запрос с самых разных сторон, возможно, его исчезновение. И в конце концов, как там когда-то говорил дедушка Ленин, здесь это будет уместно, он, правда, это говорил про социализм, он говорил, когда же наступит та черта в социализме, когда невозможен будет путь назад. И, как видите, поскольку социализм рассыпался, то до черты не дошли. То есть когда человек будет освобождено настолько, когда человек будет свободен, когда он свершится, что обратного пути для него уже не будет. А мы сейчас все живем в ситуации такой, когда мы прекрасно понимаем, что не только обратный путь возможен, ну и что, мы, в общем-то, наверное, даже уже и катимся по нему, по этому обратному пути. Так-так себе, так уже сползаем, сползаем, ползем. У нас такое уже чувство все нас все больше и больше накрывает. Вот, мы подозреваем это. Значит, мы вот шли-шли-шли вместе с западной цивилизацией, куда-то не дошли, да, и несмотря на все свои сложности, несмотря на все свои культуры, достижения и технические мощи, мы вот с таким вот образом остаемся на руках. И все техники, которые я вам предлагала там, исходя из запада, они все сюда же вписаны, в эту же канву, вот, и вот, оказывается, они не защищают. Или что-то другое, или как-то по-другому мы должны к этому подойти. Итак, все, вот это вот, вся эта незавершенность, она предполагает, что все же, где-то на концах этой незавершенности, у нас должны были возникнуть определенные образы, все, вот, границ завершенности, да, хоть какие-то, туманные, расплывчатые и так далее. И вот, что же это за образы? Я вам в прошлый раз говорила, это бегло, и просто как-то вот кратенько набрасывала, что это у нас, с одной стороны, дурак, да, наивный человек, а с другой стороны, святой мудрец. Это вовсе не банальность. Вот что такое дурак? Давайте рассмотрим это, как некоторое начало. Ведь что полагает западный человек началом себе? Он полагает началом себе какие-то примитивные, неразвитые народы. Правильно? Цивилизация, это и цивилизация, понятно, вся история там начинается с античности, да, с Древней Греции, а все, что до этого, ну, какие-то там древние цивилизации, да, но до этого, то примитивные, как говорится, примитивная жизнь и тому подобное, и тому подобное. И сегодня мы имеем эти примитивные народы, и вот они-то, эти примитивные народы, являются определенным концом западного человека. Ведь начало – это тоже конец. И сюда мы и относим дураков, идиотов, юродивых и, так сказать, ну, там, как говорится, народности, которые так и остались в природе, да, в родовом каком-то своем племени, общности, не вышли туда. Вот они являются определенным началом. А с другой стороны, мы имеем конец как совершенный образец некого мудреца, мудрости, свободного человека. Туда очень трудно поместить кого-то, но в крайнем случае, да, он туда помещает, да, просветленного мудреца, так? Ниньше туда тоже помещал своего, заратустру, и, в общем-то, и заратустру тоже можно назвать каким-то просветленным мудрецом. Вот где-то так. И я вам говорила о том, что не считайте примитивные народы всего лишь там ничем. Даже наши современники, и самые умные современники, показывают, что они не ничто. Повальное увлечение едет цивилизованный культурный человек, бросается в эти джунгли, живет вместе вместе с этими племенами и восторгается ими. То есть, вот чем он восторгается, это западный человек? Почему он начинает принимать эти примитивные культурные обряды? Почему сегодня Европа разъедается именно примитивными народами, да, которые более, ну, более примитивными народами, скажем так? Еще раз оговорюсь, я не буду сейчас следить за словами, что там я кого-то оскорбляю, да, если бы я была в организации ООН, мне, наверное, бы уже тысячу обвинений там написали, я об этом не заботюсь. Я сейчас вот взяла за точку отчета вот западного человека, как бы он не поклонялся там примитивным народам, он будет продолжать называть их примитивными народами. Вот я продолжаю их точно тоже так же называть. А ведь есть позиции, в которых там, скажем так, можно увидеть, что этот примитивный, он вообще гораздо совершеннее, чем вот этот зрелый. Я, кстати говоря, к тому вас и веду, что Восток вот именно этому и учит. Вот он учит посмотреть не глазами западного человека, да, и тогда оказывается, что в этом племени чумба-юмба каком-то, да, или курумба-курумба можно научиться очень многому. Как же это так? Мы столько прошли, у нас такой огромный прогресс, там, вообще, мы все такие крутые перцы, и вдруг мы можем научиться в этом племени очень много чему. Ну, помимо того, что мы изучаем там, конечно, историю своего самосознания, как это делают там антропологи и так далее, вот, я говорю о том, что нас захлёстывают почему-то подобные чувства, притяжение, притяжение, примитивное притягивает, и вот почему-то оно притягивает, и вот там, когда Кавафис, Кавафис, греческий поэт, пишет, да, мы ждем варваров, это все о том же, мы ждем варваров, но Дао, собственно говоря, не зовет нас туда, вот, скорее, это мы видим на племенях Чумба-Юмба что-то просвечивает для нас такое крайне важное, что западный человек упустил, пока развивал свою техническую мощь, он куда-то это вот задвинул, а Дегер, кстати, об этом задвигании и бытия, он же все время говорит, только, наверное, другими словами, а я вам сейчас вот своими словами говорю, он задвинул этот зрелый человек что-то, и вот в этой мосточной мудрости, мудрости Дао, мы должны увидеть, что задвинуто, собственно говоря, и что является подлинным совершенством, и какой образ, человеческий образ предлагает, в общем-то, Дао, и мы с вами перешли тогда к двум методикам или принципам, скажем там, или техникам, соответствующим эти параллели между Западом и Востоком существует постоянно, просто ни один ум не в состоянии отследить их должным образом. Попыток много, есть, конечно, установлены многочисленные связи, но это сделать крайне трудно именно потому, что различные основания, глубинные основания различные, как сказал бы там Фуко, что это парадигмы совершенно разные и не просто западные разные временные парадигмы, а вообще кардинальная пропасть лежит между ними, чтобы провести между ними параллели аналогии, нужно перепрыгивать через пропасть киркеворовским языком, прыгать просто надо, через эту бездну, но вот прыгать мы мало умеем, поэтому мы устанавливаем какие-то внешние контакты, обмениваемся культурой, пишем какие-то книги о внешних аналогиях и так далее, а вот глубинные связи скрыть крайне тяжело, и значит вот эти внутренние корреспонденции между наставничеством и вживанием и с другой стороны даотским недеянием и даотской своетаковостью. Вот мы обнаружили две стороны этих качелей и я вам говорила, что первую мы будем защищать от превратного понимания, а вторую мы будем разбирать, поскольку о ней вообще не говорится. Итак, первая сторона недеяния. Ну, во что она была превращена? Первый моментик заключается в том, что не следует считать, что это только Запад ее превратил. Здесь дело уже не в Западе. Запад-то, конечно, превратил. Но когда мы открываем сборник Лао Цзи и читаем комментарии к Дао Пути, мы видим, что многие китайские комментарии тоже попадают пальцем в небо. Например, я читала такой комментарий, я не помню, правда, кому он принадлежит, и таких комментариев порядочное количество, что истинный Дао Путь, тот, кто ходит истинным Дао Путем, не оставляет следов. Вот есть такое выражение у Лао Цзи. И комментарий к нему, что мудрец вообще никуда не ходит, ни в каких действиях не участвует, а сидит у себя дома, а как бы все знает, и так далее. Вот вам, пожалуйста, типичный такой вот сфабрикованный вот видите, опять мы о типичности говорим, да, типичность очень легко и быстро образуется из вот таких коллективных, так сказать, этих, она раз от разу коллектив, люди, масса людей повторяет что-то одно и то же, и возникает вот этот образ, тип, и мы его осмысливаем. Ну, это к истине не имеет никакого отношения. Так вот, комментарий, конечно, плачевный, но я вам его привела в пример лишь для того, чтобы вы увидели, что это не западный извращенный ум не может чего-то понять, а просто вот определенная, так сказать, поверхностность как восточных, так и западных мыслителей не позволяет считывать верно Дао. Ведь Дао, ну, предельно лаконично, все, что Дао нам дает, заключается буквально в предложениях каких-то. Предложения, 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 предложения. Это вам не западный текст, это вам не письма стойков друг к другу, не свободное западное общение, не по Руссии свободная речь свободного человека, как в Древней Греции, как у Мишеля Фуко. Это вам, пожалуйста, вот такие вот, как говорится, формулы. Вот формула, 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 и понимай ее, как знаешь. Она уже формула, она уже самодостаточная, она уже ко мне никакого отношения не имеет, это я должен к ней пробиваться, это я должен ее рассекречивать, это я должен как бы овладеть ее тайной, тайной того, что тут говорится. И понятно, что многие, как говорится, расшибают себе лоб, и в комментариях воспроизводят то, о чем болтают и так, и на базарах, вот, и выше этого не поднимаются. И так мудрец сидит у себя в хижине и никуда не выходит. Ну, это чушь собачья, конечно. Прежде всего, давайте разобьем вот такого вот идола. который создали из восточного мудреца. Значит, что означает недеяние в каком-то первичном вот таком понимании? В самом первичном понимании, я думаю, недеяние Дао означает, что вы, прежде всего, свободны от реактивных действий. Что такое реактивные действия? Реактивные действия это все то, что вызывается непосредственной реакцией. На что у нас имеется непосредственная реакция? На все то, с чем мы связаны. Причем связаны каким-то образом, ну, скажем так, данности какой-то, такой неосознанности, данности и так далее. Вот когда мы не замечаем эти связи, да, дергают за ниточки, нас дергают за эти ниточки, дергать может что угодно, любое сказанное слово, какое-то положение, какое-то действие, какое-то событие, какой-то знак, в конце концов, да, вот он дергает за эту ниточку, и тут вдруг обнаруживается, что кукла пляшет, понимаете, то есть я вот где-то там за кулисами что-то дернула, может даже не специально, не сознательно, а кукла она уже махнула рукой, и вот мне кажется, что дао прежде всего, это не только, вот это далеко не все, нужно еще, еще, еще разбирать, но прежде всего нам нужно наверное вот это понять и с этим разобраться и отсечь вот другой образ нарисовать себе в голове там за кулисами кто-то резко и настойчиво дергает за ниточки а кукла не шевелится понимаете а кукла свободна и в этот момент мы говорим так это наверное вообще-то и не кукла тогда потому что ниточки уже не действуют ниточки не действуют поэтому вот что прежде всего означает это недеяние нереактивность некоторая я вам на прошлой лекции приводила пример трагедию европитоке рак вот давайте к ней немножко вернемся ведь не случайно что продвинутый западный трагед европит создает именно такую трагедию он плотит плоти античной и западной цивилизации и вот он создает внутри такой образ такую проблему такую трагедию изнутри нее он говорит что есть есть такая проблема есть такая проблема в чем заключается эта проблема эта проблема заключается в том что душа несмотря на все свои внешне объективные положительные деяния оказывается в целом реактивной она подвержена им и не свободна от них и наверное это можно было бы назвать даже геракловой болезнью давайте это назовем или геракловым симптомом и это вовсе не симптом славы это не то что там геракл как-то говорится увлекся подвигами или там озаботился тем что он такой великий совершенно этого нет ничего похожего в трагедии европида ни капельки там вообще не об этом геракл думает геракл появляется на сцене без всяких своих подвигов подвиги он уже совершил вообще вот подвиги не рассматриваются и все о чем он думает это вернуться быстрее домой и обнять детишек и жену то есть он хочет какой-то душевной жизни да вот этой вот простой человеческой о которой мы называем да вот любовь тепло дружба близость людей с которыми ты хочешь быть рядом вот начало и потом вдруг вторгается вот этот вот морок да так вот он он пришел оттуда оттуда откуда что не описывается вот что осталось за кадром но мы это знаем все потому что имя геракла нам сразу же об этом говорит да ну что мы знаем о геракле мы знаем о геракле вот это и больше мы о нем ничего не хотим знать когда и кто задавал вопрос какая у геракла душа вообще вот что что за душа у геракла да нет мы же восторгаемся его силой его мощью что рассказывается про геракла он когда родился младенцем уже в самой колыбели задушил подосланных к нему змей да герак там хотел его уничтожить подослала змей а он их просто задавил задушил о мощный чувак да младенец-то ничего вообще еще не соображает просто такая сила сила это добрая сила она приносит людям добро но какова душа геракла в чем она вообще может раскрыться не сила не это вот в каких моментах что мы вообще можем рассказать о геракле если захотим рассказывать о нем по другому с другой стороны и вот европейц захотел рассказать о нем и захотев рассказать о нем он увидел вдруг страшное он увидел то что не такие подвиги и такие деяния не могут не оставить определенных реактивных внутренних связей в человеке с которыми нужно тоже бороться вот как оказывается то есть гидра внутри циклоп там или кентавр какой-нибудь или страшное чудище внутри огневые конюшни с их извините дерьмом внутри вот они там и их не почистить они там европейц подлавливает своего героя в этом моменте что он пришел с этим внутренним и он не освобожден от этого внутреннего нити торчат из куклы во все стороны ничего не завязано на ней ничего не зашито это не кукла которая может она просто подвешена на всех этих нитях и вот все эти нити тянут и он совершает такие дела которые просто ужасны и это сильный человек сильнейший человек ну то есть но сила здесь другая а есть ведь сила внутренняя душевная сила и вот восточная кстати вот дау да она говорит о другой силе она говорит о силе души силе души а западный миф вот говорит о силе свершения деяния да действительности действия но о душе а кто будет спрашивать о душе кто поставит этот вопрос о душе внутренне мы свободны или нет и значит если смотрите если запад говорит о деяниях то именно в этом ключе мы должны понимать и даоское недеяние то есть это недеяние не потому что мудрец просто просиживает свою собственную жопу на одной и той же циновке 50 лет это недеяние в том плане что человек не постоянно как-то сказать актуально осуществляет себя только в мире или как выразился бы Хайдеггер только во внутреннем мирно сущем да как он говорит вот а что человек обращен на себя а в тот момент когда человек обращен на себя вспоминаем Сократа который стоял прямо на снегу босыми ногами да и не двигался с места у него вообще даже движение прекратилось да вот этот момент обращенности на себя прямо можно назвать недеянием да это коварно мы можем в этом недеянии потом вот это вот черт знает что себе надумать но в какой-то момент это недеяние ты останавливаешься ты отсекаешь себя от того вот этого сущего в мире всего прочего да и в связи с нашей темой мы вот только с вами не так давно поговорили об ужасе помните что Хайдеггер говорил об ужасе ужас это когда вот этого вот западного человека насильственно выбрасывает из его вот этих всех связей сущностных и он остается один на один собственно говоря с собой как с миром или с миром как с собой и вот испытывает ужас но это не значит что там у дикаря нет ужаса и дикарь испытывает этот ужас потому что у дикаря эта граница даже еще ближе у него не разве так этот сущностной мир и дикарь он постоянно вот колеблется он переходит из мира ужаса в какой-то мир там свой который он может еще понимать но это вот вот этот вот выкидывание но оно ведь может быть не только выкидыванием оно может быть еще и мудростью и вот эта мудрость отмечена печатью недеяния то есть мы не действенны в этом мире потому что мы не захвачены сущностями и всем прочим другим а мы захвачены тем что нам соразмерно и вот выходит так что это не обязательно сижу на ценовке хотя я вам привела пример Сократа как это усугубленный пример а это может быть и иду это может быть и хожу это может быть что-то и делаю но при этом я захвачен и отношусь не к сущностям в мире а я захвачен и отношусь ко всему тому что только лишь соразмерно моей душе поэтому главный пункт здесь не в деянии как мы его понимаем не в преобразовании не в заботе какой-то о сущностях мира а в собственно говоря скажем так в деяниях в деянии души самой над собой но дело в том что душа в отношении к себе там речь о деянии вести сложно потому что деяние это для нас всегда опять же субъект объект цель там как у Аристотеля все как положено вы понимаете форма цель достижения причины следствия вот все же это там появляется а тут нераздельность нераздельный континуум дело в том что душа в отношениях к самой себе она только так вот и может относиться как я вам зачитала про рыбок вот только так она не может разорваться душа это вот снятое единство такое и поэтому получается недеяние недеяние как пребывание в собственной душе и в том что этой душе соразмерно а это пребывание возможно лишь в одном случае если я не реактивен по отношению ко всему остальному то есть если его связи и так далее моментально не сбивают меня на свой собственный путь а я продолжаю держаться в своей душе вот а для этого у меня не должно быть вот этих реактивных связей но это не значит что у меня не может быть каких-то своих связей своих душевных связей у меня полно то есть кто лучше видит вот то что перед ним рыбки речку мост кто лучше видит Джуан Зи или его напарник я считаю что Джуан Зи он их видит он их понимает он может написать о них стих он может их сфотографировать если он современный фотограф он даже может их покормить и так далее это ведь как сказать это ведь не просиживаю жопу на циновке это действие да вот внешним образом может быть это действие он улыбается он ходит он счастлив он переживает что-то и в то же время это не деяние это не деяние в том смысле слова как мы привыкли это понимать по-аристотелевски вот такие вот пироги и кукла больше не кукла да она стала человеком она стала душой а что такое душа ну ну Симона Вэль хорошо написала об этом она говорит да душа это и есть собственно и есть человек это и есть что что он есть душа мне это нравится то есть вот кукла стала человек поэтому на вопрос напарника с издевкой поддевкой как вы можете понимать рыбок будучи свободными от реактивных реакций мудрец мудрец не молчит многозначительно не обязательно молчит да а он отвечает но отвечает свободно он отвечает потому что он хочет отвечать а не потому что его дернули за веревочку у него нет таких связей которые не освобождены эти связи разорваны высвобождены и положены заново как свободные связи как связи с моего согласия внутренней убежденности понимания принятия и приятия поэтому Хайдеггер и говорит позволения с моего позволения ишь какой господин скажем мы да да вот именно что господин господин над самим собой если мы вспомним стойков то там нередко упоминается эта фраза раб самого себя и господин над самим собой раб самого себя и господин над самим собой четко разделяется да а я сейчас говорила только что кукла да и человек или просто душа и вот если вы встречаете это человек да мы говорим душевный человек да все равно как сказать это человек А не зверь там, а не кто-то другой. Вот душа это и есть, то, что есть человек. И вот когда он может быть душой, человек, когда он может быть душой, а не кем-то, вот тогда он человек. Не иначе. Но душой быть трудно, оказывается. Самое трудное дело. Хотя мы это есть. Парадоксально. Но вот так. И вот, значит, такое недеяние. Недеяние, которое просто связывает нечто как причину и следствие. Ведь западное деяние – это такая деятельность человека, которая всегда есть прямо своим собственным телом связь причины и следствия. А вот нету больше такой связи. А вот нету больше такого деяния. Всё по-другому. И вот наступает счастье. И счастье наступает прямо от золотых рыбок, от листочка, от почки, да, там, от крика какого-нибудь, какого-нибудь птички, от полёта, от чего угодно, собственно говоря. Вот как Парус говорил, можно от всякой мелочи вернуться в памяти. Можно мыслить через что-то тоже. Точно так же можно и ожить через любую мелочь, казалось бы. Душа способна это сделать. Но если ей позволить. Позволить, да? Если она умеет это делать, и если ей позволить. А будет уметь она делать, это если ей позволить. И вот, оказывается, а как же позволить? Как позволить душе быть? Вот самый трудный вопрос. Но мы сейчас с вами разбираем именно этот образ. Чем он отличается от всего остального? Значит, запомните одну очень простую вещь. Это вовсе не обязательно застыть в каменной позе. Поскольку нас окружают сплошные вот такие деяния, деятельности, то очень часто, чтобы остаться душой, чтобы остаться человеком, нам приходится просто в чем-то не участвовать. Очень часто это выглядит в виде отрицания. Но в принципе это не является отрицанием. Дело в том, что оттолкнуться от каких-то вещей, в которых ты не свободен, все-таки проще, чем участвовать в них, будучи свободным. Последнее это верх совершенства уже. И поэтому мы это так крайне видим, крайне редко видим. А чаще мы видим вот все-таки отстранение, отрешение, да? Это даже знакомые нам названия. Мы же знаем это, да? Майстер Эйкхард, допустим, пишет трактат об отрешенности. Вот вам, пожалуйста, да? Вот эти все уединенности и так далее. Вот они к чему? Они к тому, чтобы обнаружить свою собственную душу. Потому что вечно нас ночит по внутримирному сущему, по всему тому, что мы встречаем в мире, и что выходит нам навстречу, говоря хайдегерским языком. А когда же нам навстречу, выйдем мы сами. Когда же мы встретим самих себя? Только в кошмарных снах. Вот там мы себя встречаем. И то говорим, что это, наверное, к непогоде это был не я. Вот. Ну ладно, это, как всегда, моя ирония. Так вот, если маленький нюанс. Дао не склоняет нас к отрицанию. Дао склоняет нас к иной жизни, которая, в принципе, осуществляется гораздо полноценнее. Все с теми же деяниями, которые были, как бы, и у людей. Мудрец может поставить там дрова и колоть их. Но и дрова можно колоть красиво и свободно, а можно их колоть там как-то принужденно. Да? Ну это я уже грубые примеры говорю. Так вот, мудрец и дао призывают нас пройти через какой-то трудный путь отрицания. Вот почему слово такое появляется «недеяние». Чтобы выйти к тому, что мы можем осуществлять свободно, а не реактивно. Не как куклы, а как человеческие души. И, ну вот, значит, считайте, что в названии «недеяние» указано направление. И вы, конечно, можете его называть отрицанием, но вот, и я называю отрицанием, да? Но вот вы поймите, что ведь если по-настоящему говорить, по правде, то вот эти вот ниточки, за которые нас все дергают, это же они и есть отрицание. Это они нас отрицают. Меня дергают. Меня сейчас вот пришли люди. Я вот только что была в одном настроении, а сейчас меня не будет. Это они меня отрицают. И когда я им говорю, а пошлите-ка вы вон, то это не мое отрицание. Здесь, в моем отрицании, сказывается утверждение. Я хочу утвердить свою душу. Я хочу утвердить свое состояние, в котором я живу. Это они отрицатели, а не я отрицатель. Вот это самое главное, что мы должны понять. Вот что самое главное. Поэтому вот это недеяние, не соблазняйтесь этой приставочкой «не». Неверно. Здесь, в дау, кроется глубокое утверждение вашей души. Вы в этих отрицаниях и недеяниях утверждаете себя. А вот как раз наши реактивные связи, это все связи, которые нас отрицают. Отрицают. Потому что если мою душу что-то зовет, как там говорил Зов Бытия Хайдегер, то я не чувствую здесь отрицания. Это моя душа. Я иду туда и так далее. А если меня давят какие-то вещи, если дергает, если меня уничтожает, то вот эти вот реактивные штуки, вот все, они не свободны. Это не значит, что человек вообще не должен ничего воспринимать. Господи Боже мой. Я уже не знаю, как меня понимают. Дело же не в восприятии. Дело в том, что человеческое существо, и это мы тоже четко должны как бы, ну, я не знаю, ощущать, понимать, видеть. Оно ведь, это же не просто камень или воск. Мы, конечно, говорим отпечаток, отображение и так далее, но на самом деле все преобразуется. Все, что к нам приходит, встречает наша душа и наше мышление. И оно встречает это не пассивно, а активно. Именно поэтому держится наш мир. Так вот, вот отрицаются те связи, которые мы не можем преобразовать, которые нас уничтожают, давят и так далее, и тому подобное. Здесь тоже есть много своих нюансов. Потому что мы же говорим, что страдания воспитывают, боль воспитывают и так далее. И это правильно. Здесь тоже не нужно усугублять и утрировать. Речь, опять же, не об этом. Боль. Но тут все одно к одному. Боль как раз и говорит нам о том, что мы где-то не проработали, да, чего-то. Вот здесь же реактивную связь можно рассматривать как нашу зависимость, а можно рассматривать как ученичество то же самое. Мы учимся к чему-то восходить, от чего-то освобождаться, становиться свободными. И в этом плане боль как учитель, как опыт, как переживание важна. Поэтому, смотрите, многие люди пытаются выдать себя за свободных, огибая все то, что к ним не подходит. Вот здесь есть определенные опасности. Я встречалась с ней уже не один раз. То есть вот даже мою речь прослушав, они решают, что нужно искать то, что подходит их душе. Это не так. Потому что вы сами не знаете свою душу, вы не знаете ее глубины. Душу еще нужно узнать, ее еще нужно открыть. Это тоже не так. То есть бежать от чего-то не надо. Потому что тогда Дао бы советовало, как наши отшельники, уходи из мира, скрывайся в пещере, в лесу, занимайся только тем, что тебе подходит. А мы к этому сейчас и движемся в современном обществе. Каждый за своим столом интернетом, каждый за своим телефоном, скрывается от всех других, ничего другого знать не хочет. Но почему-то душа у этого человека не просыпается. Почему-то наоборот. Его жизнь становится как-то все более и более пустой, пустой и пустой. Что ж такое? И вот если вы меня обвините в том, что я только что говорила одно, а сейчас говорю другое, то это не так. Понять это сложно. Но на самом деле я вообще-то говорю одно и то же. что не бежать должен мудрец. Не сидеть на одном месте, не скрываться. А всему подвергаться на самом деле. Даже реактивным связям подвергаться. очень странно, да? Только что говорила нет. так ведь вы, если вы независимы, вы не будете им подвергаться, да? Правильно? Они мимо вас выстрелят, не попадут. А если вы зависимы, вы испытаете боль. А боль вам укажет на то, что вы зависимы. А ваша зависимость укажет на то, над чем вам надо работать. Ну это я так уже грубо говорю, да? Работать, потому что ну эти наши категории труда и работы, да? Это душа, она переживает. Вот, она переживает. То есть пережить, извлечь опыт по-мирабовски. Так что не бежать надо ни в коем случае. Видите, я говорю все время одно и то же. Не скрываться, не бежать, не сидеть, не отсиживать. Нет. Тут другой момент. В том, чтобы стараться, чтобы эти реактивные связи вас не уничтожали, не перемалывали полностью. Вот. А пытаться, как это сказать, ну вот я привела пример с душой, да? Я их отсылаю. Я их отсылаю потому, что я уже свободна. Потому что если бы я не была свободна, то я бы просто уже потеряла как это, свое лицо, терпение. Я бы бросилась на них с кулаками. Или бы я зарыдала, как делают многие и так далее. Вот это реактивные связи подействовали. Реактивные связи подействовали. А если я спокойно, холодно говорю, да пошли вы это, куда подальше, или встала и ушла, это я свободна. И я в каждый данный момент сама определяю, что нужно делать. Если я могу изменить как-то эту ситуацию вообще в хорошую сторону, то я может поговорю с этими людьми, и они сами станут другими. Но если я вижу, что пропасть, и ничего сделать невозможно, то лучше сохранить свою душу и уйти. Но это поступок свободного человека. А если вы обнаружили и знаете, что у вас куча зависимостей, то бегать от них, преступление, это не путь дау. Это не путь дау. Крайне сложно все это выразить, хотя мне очень хочется в этом помочь людям. Я столько раз наблюдала, как во всех этих темных закоулках, лабиринтах и все прочее души гибнут, остаются, как они обманывают самих себя самыми благими вроде бы мыслями и пожеланиями. И самый главный обман заключается именно в этом, в том, что я делаю то, что я хочу, и что мне подходит. Нет, это не дау мысль. Дау мысль не пестует свою душу. Дау мысль пестует все, что есть, то есть весь мир. Но весь этот мир должна узнать ваша душа. И когда, и чем больше она будет его узнавать, тем ваша душа будет полнее раскрываться и обнаруживать свою своеобычность или своетаковость. Таким образом мы переходим к следующей технике. Своетаковость. Своетаковость раскрывается только тогда, когда душа раскрывается в мир, раскрывается как цветок. Иначе в своетаковости никакой не будет. Пока вы находитесь в определенных реактивных связях, пока вы зависимы, или хуже того, вы считаете, что вы свободны, а на самом деле просто уклоняетесь от всех этих связей, то никакой речи ни о какой своетаковости или, как по-западному говорят, индивидуальности, красиво, нет. То есть по паспорту вы, конечно, индивид, но по дау вы не своетаковый. Вы ведете себя именно что типичным образом. Типичным. Поэтому вас правильно определяют, как такого-то, такого-то, такого-то или такого-то. В каком-то смысле правильно. То есть это вообще-то судилище и клеймо. И в то же время оно, как это, это зло, и в то же время оно имеет в вас, как это, свою долю участия. Оно потому над вами властно, что вы ему позволили властвовать. Вот. А быть тому, что есть, вы не позволили. Как говорит Хайлири. Пришло на ум мне сейчас определение Керкигора. Он говорил про людей. Я вам, кажется, его уже приводила, но сейчас будет тоже уместно. Люди, говорит Керкигора. Ну что, что это люди? Люди это те, все те, которые согласились, собственно говоря, жить вот в таком мире. Они согласились вот на такой мир, которого они заслуживают. Они согласились. Вы видите, что выделяет тут философ? Они позволили. Они согласились, и они позволили. Итак, своей таковость, она как цветение. Она соответствует, наверное, цветению, греческому цветению космоса. Собственно говоря, фьюсис по природе. Ведь природа греков совершенно не наша природа научная. Забудьте об этом. То есть это переводится как природа. На самом деле фьюсис это природное цветение. Это цветок. То есть каждая душа, это цветок. И эта душа должна распуститься и раскрыться. Если же она просто носится на своих каких-то радостях, так сказать, и балует саму себя, то я не думаю, что она раскрывается. Дело в том, что всякая душа раскрывается вглубь самой себя. И вовне. Эти процессы взаимо как бы обоюдны. И тут действительно действуют инь и янь. Вот. И все это вместе, как говорится, вот уже одним комплексом мы можем увидеть. Вот. Можно говорить об инь и янь. А можно говорить вот об этом действии недеяния и пути недеяния, которое ведет в конце концов к рассвету души. Вот. И вот к становлению ее своей таковости и, собственно говоря, свободы. Собственно говоря, вот это и есть своя таковость, это и есть естественная свобода. То есть вот та ситуация, о которой я говорила на предыдущей лекции, без тени сомнения на лице. Потому что достоверность находится в самой себе. Душа находит достоверность в самой себе. И это единственная правота. И я думаю, что этот образ, несмотря на все его внешние оболочные похожести, там, на всяких идиотов или примитивные народы, или на просто дураков, глупцов, там, нищих или каких-то коллег, он очень глубок. И это такой конец и такое завершение зрелого западного человека, о котором только мечтать приходится. Дело в том, что западный человек никаким образом не усвоил ничего похожего, как идеал. Нет. Этот дао-путь, он в некотором роде торчит даже посреди восточной философии. Ни с конфуцианством, ни с буддизмом его не сравнить, ни с какой-нибудь индийской нирваной его не сравнить, и йогами. Вы понимаете, что дао-практики, они, то, о чем сейчас я вам говорю, это все метафизическая суть. Естественно, дао-практики, так же, как там и другие практики, какие-то восточные, они знают и работу с телом, и гидианические процедуры, и медицинские процедуры. Все это понятное. И все это есть и у стоиков свое собственное. И в Древней Греции было тоже. Но я не в силах потянуть весь этот материал, естественно, сейчас. И вообще, я просто упоминаю об этом, нам бы хотя бы вот эти вот метафизические крупиночки соли пособирать. И вот в метафизическом плане я вот вам говорю, что составляет вот этот вот корень, да, сам корень дао. Ада очень часто говорит об этой укорененности, о постоянстве. И вот это постоянство, это вот и есть разворачивание своей таковости душевной в мир и внутрь, вглубь самого себя. И вот если этот процесс начинает происходить, то там уже, как говорится, это уже спонтанно-стихийные такие вот вещи. И, конечно, даже Запад и Восток признают, что есть такие гениальные личности, у которых схвачено, в общем, это с раннего рождения. Или, как выражаются вот хорошо философы, порой незабываемо, это положено в колыбель. Давайте будем так говорить. Есть такие люди, у которых положено колыбель. И вот эти вот техники, они буквально как спонтанно осуществляются. И эта душа раскрывается еще с самого раннего возраста даже. Потому что она просто распахивается. И эта свобода, она хорошо видна. И люди окружающие ее с большим трудом понимают, собственно говоря, вообще не понимают. Но это единственный образ сверхчеловека, который действительно сверхчеловек. Но смешно его даже так называть. Это не сверхчеловек, а это, в общем-то, и есть человек. Это, в общем-то, и есть человек. Поэтому вот эта вся добавка сверх, мы с этого начинали, да, она вся вот, правильно говорит Хайдеггер, всего, что сверх, моментально видно все, как-то, шито белыми нитками, видно, что ваш сверх пришит к неду. Вот. И сколько у вас неда, столько уже у вас и сверх. Так хватит вот об этом говорить. Надо говорить не о сверх, надо говорить о человеке, вообще о человеке. В чем его призвание? Его призвание, чтобы вот стать душой. Вот эта роза мира, которую писал Леонид Андреевна, чтобы эта душа раскрылась. Вот эта душа, она естественно раскрывается только. У нее нет уже вот этих вот противостоящих чему-то, искусственных, технических приемов, вот, таких-то. Это уже предельная естественность. Она самобытна. Мы всегда говорим о свободе, извините, всегда говорим о свободе, как о какой-то самобытности, как о какой-то спонтанности. И вот, это предел, и это уровень, которого мы достигаем. Так что, запомните, у Даоа есть всего лишь две методики. Освобождение, вот, от этих реактивных связей, от всех неистинных, неподлинных связей души, которая не, которая вовсе не означает, что душа не хочет ничем заниматься, а означает наоборот, что душа хочет пробиться к тому, что есть, потому что и она сама есть все. Душа и есть все в некотором роде. Вот. И вот она хочет пробиться к самой себе, чтобы развернуть в этом мире, что ей родственен по-настоящему, глубоко и корневым образом развернуть свою, свою таковость. Собственно говоря, это, пожалуй, максимально главное, что хочется, что мне хотелось сказать о Дао, если кратко, да. Мне, конечно, бы хотелось еще очень много приводить разных цитат, которые красочно и сразу же так высвечивают сложные моменты. Но я не знаю, насколько у меня получится это много сделать, но я вам всего лишь покажу пример. Я не помню, какому из мудрецов, но это все доасисты, особенно там с их всеми этими цзы, гуаны и так далее. Я немного путаюсь, вы уж меня извините. В восточной философии все-таки ориентируюсь хуже, чем западной. Но вот кому-то принадлежит, допустим, такая фраза. Она мне нравится. Вот это я имею в виду. Буквально выписывать определенные формулы и на них ориентироваться. Ведь запад-то тоже нам предлагает то же самое, мысли великих людей и все прочее другое. Тут тоже можно на это ориентироваться. И, собственно говоря, и дао это вот такие формулы, которые мы должны расшифровывать и применять. И вот мысль такая. Люди не знают, что их спасение, что спасение людей находится в забвении и отстранении от внешних образов. Вот мне показалось это высказывание, это все тоже туда же, к недеянию, дао, к пути раскрытия, к пути подхождения к своей таковости. Мне показалось, она очень актуальна. Мы очень сильно сегодня висим на внешних образах и с трудом мы умеем отделять внешние образы от внутренних глубинных. дело в том, что мы очень привлечены сейчас красотой. Нам много показывает красоты, там, как красоты каких-то произведений, так и красот природы, красот космоса и так далее. И вот когда на нас вся эта лавина прет и мы все это смотрим, постепенно у нас создаются определенные эстетические идеалы, конечно же, и это неплохо, но любой эстетический идеал сам по себе имеет тенденцию статурироваться. И тогда он начинает, как только он теряет внутреннюю динамику, он статуируется и он начинает выхолощиваться. И крайне много образов, которые сейчас нас окружают и насильственно нас, так сказать, формируют, даже просто как среду составляет наше существование, они внешние. То есть от них нельзя совершить каких-то переходов к реальности. Они больше ублажают нашу душу. Вот они обладают тем же самым коварным свойством, о котором я говорила. Это самое коварное свойство современности сегодня, ублажать душу. И еще раз повторю, в третий раз, дау не ублажает душу. И стойки все их техники никогда не говорили и не предлагали таких методик, которые ублажают собственную душу. Если вы ублажаете собственную душу, то вы на крючке современной парадигмы потребителя. Только этот потребитель потребляет не материальные продукты, а духовные, но вы потребитель. То есть вы уже подсели на крючок. Вы рассказываете самому себе, что это прекрасно, что я занимаюсь своей душой, но на самом деле душа теряется, а не развивается в этом. И вот это очень большая опасность. И то высказывание, которое я привела, оно прямо сюда, как лезвие, как нож, но говорит забвение и отстранение. Отстранение и забвение. И вот смотрите, первый этап, это опять отстранение. То есть оттолкнуться, не хотеть, не смотреть. А потом этап свободы, когда просто вообще этих образов не существует. Понимаете, я открываю, смотрю, и я вижу, что здесь ничего нет. Я вам серьезно, без вранья, рассказываю, допустим, про себя. Я начинаю смотреть фильм, и я вижу, что в этом фильме ничего нет. Я его закрываю с первой же минуты. Я вижу по кадрам, как они сняты. Я открываю фотографию, вижу, что это просто красотулечка. Я ее не смотрю. Это просто нет этого для меня. Полное забвение. Мне не надо от этого отстраняться, потому что они не нападают на меня. Они не вызывают в моей душе ровным счетом ничего. Я не привлекаюсь ими. И вот вам, пожалуйста, важная техника. И сегодня она крайне актуальна. Мы сидим сейчас все на образах. Тексты вообще, как говорится, упали в цене. Образы. И вот внешние образы отличать от внутренних и глубинных образов, вот это научиться крайне ценно. Крайне полезно. Ну, и таких примеров даосских фраз можно приводить очень много. Ну, как я говорю, нужно начинать новый цикл. Теперь от Дау, да. Мы будем вынуждены вернуться все-таки к Хайдегеру. Все, что я хотела сказать от Дау, я вам успела сказать. Может быть, будет еще какая-нибудь возможность. Я о нем вспомню.